ну добрый день как и обещал хочу вам показать как я оснащаю дропшотовые приманки на ставке как я собственно говоря нанизываю рыбку на крючок мы берем вот такие вот крючки я их васька называю это японские крючки специально для дропшота хорошо если вот сюда вот сюда самая пушка сделать пару-тройку витков обыкновенной нитки на супер клей для чего это дело для того чтобы когда вы вяжете узел дропшотов чтобы срез крючка видите я ногтем цепляю при подсечке многоразовой многократной подсечки когда вы ловите судака в этом месте узел потихонечку 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 начинает раскачиваться и разрываться и происходит либо при поклевке хорошей рыбы вы делаете подсечку и у вас слабина вы понимаете что это обрыв вы начинаете грешить что это щука на самом деле это обыкновенный обрыв потому что вы количеством поклевок вытерли вот здесь у лески и она порвалась когда вы привязываете через эту ниточку леска не соприкасается с этим вот с щелкающим моментом и леска остается целая намного больше чем без этого варианта иногда есть продажи здесь запаянные или каким-то кусочком клея черненьким чем-то как будто бы запаяна то есть это место есть уже у многих фирм защищена но эти крючки относительно бюджетные очень хорошие в эксплуатации очень острые крючки едва касается и он уже у вас видите повисает на пальчики то есть судак если это касается то железно уже можно не потекать особенно так вот изначально я крючок вешаю как положено по инструкции на дропшотовой снасти дропшотовым узлом крючок у вас стоит вот так по отношению к горизонту обычно по классике или по инструкциям крючок насаживается вот так то есть пробивается рыло и вот таким образом он у вас торчит видите какое расстояние часто судак бьет в голову это всем известно либо в догонку но у меня в такой комплектации в такой экипировки было много сходов холостых поклевок и я как старый джиговик который очень долго сопротивлялся этим новшествам всем и дропшоту я наверное самый последний в риге кто перешел из старых джиговиков на дропшот случилось это по той причине что меня просто напросто скажем так надрали в лодке на дропшот с большим результатом и я понимал тогда что в этом виноваты не мои руки а метод лова я стал ловить но стал насаживать сразу изначально вот таким образом то есть я пробиваю крючком рыбку и она вот так выглядывает что я дальше делаю я сейчас прям все покажу я возьму новую абсолютно рыбку такую это окаровская рыбка она очень тонкая видите всаживаю крючок и замеряю заранее потому что я уже приблизительно знаю вот в таком положении у вас будет приманка и чтобы при холостых поклевках когда много поклевок вы уваживаете где-то ну не знаю там 10-15 судаков рыбка начинает раскачиваться она потихонечку потихонечку начинает слазить и во время проводки или поклевки она вот в таком положении уже не клюнет рыба это я вас уверяю очень редко то есть рыбка уже потеряла свой интерес не рыбка вернее приманка потеряла свой привлекательный вид и рыба как правило не клюет вот в таком виде она будет клевать вот в таком виде висеть она будет она уже не будет клевать доиграть она будет иначе что надеюсь что я делаю для того чтобы это сохранить как можно больше по времени я беру вот такой стопор я вам вчера его показывал это с aliexpress силиконовая такая заглушка на женские сережки очень качественная резина плотная резина какой-то полиуретан и здесь есть дырочка я беру чуть чуть-чуть лизнули крючочек вставляете ногтями вот ставите палец так ногтями прижали она сразу не входит очень тяжело входит еще прижали и потом вот таким образом одеваете до конца одели просовываете до конца вот я беру за этот сами и буду дергать сколько угодно рыбка будет держаться на месте видите вот она будет стоять через время если рыбка цветная эта часть она прозрачная на к окрашивается в такой цвет какая рыбка это будет фиолет это будет шартресс это будет не знаю но любая рыбка красная арбуз он будет такой же точно если мне надо снять сэкономить скажем стопоре то я беру назад возвращаю ставлю в такое положение не заводя обжала здесь жало очень сильное и вращаю немножко вращаю и снимаю и получается своего рода резьба вот я снял силикон вот это вот заглушка сохранить свои свойства еще и очень долгое время очень долгое время потом я могу его снова одеть снова снять ну раз четыре пять я могу менять допустим рыбка если она сильно истрепалась на ну идея моя сна что при этом происходит во время игры рыбка иногда чуть-чуть заваливается и во время стрипов ваших она делает вот такой кульбит вокруг своей оси то есть она делает такую восьмерочку иногда полу восьмерочку и выходит снова 1 2 и она делает вот такие вот не в таком положении а вот в таком положении то есть это более привлекает рыбу когда слаг играет скажем так боками и только хвостиком вот так но еще и боками вот и вся хитрость но мне кажется что это очень эффективный метод лова дропшот именно вот с такой нетрадиционной дроп дрожь дропшотов sky оснастки я ее сам придумал сам сделал и уже много лет успешно ловлю садака чего и вам желаю еще могу посоветовать вот такие фломастеры иметь собой это не реклама ребята это действительно хорошая вещь я просто покажу на одной из рыбок как это все работает и причем работает очень хорошо потому что эти фломастеры предназначены именно для рыбалки то есть мне надо допустим сделать вот здесь есть глазки пас не пахнет чесноком они с разными запахами есть но этот вариант пахнет чесноком я беру просто-напросто вот так крашу глаз состав этого фломастера очень хорошо держится на резине и очень долго не смывается далее допустим не надо сделать оранжевое брюшко приманки так мы эту приманку не будем трогать и сейчас возьмем просто-напросто вот такую большую приманку это лункер сити у них есть вот такая интересная штука внутри прорезь видите я просто вставляю в прорезь этот фломастер и начинают там красить и смотрите что у нас получилось видите потом я беру краешек и провожу вот так по краю и с другой стороны здесь не надо быть пикассо если вы хоть чуть-чуть когда-то рисовали и у вас есть глазомер это легко сделать и как видите получается вот такая вот приманка уже с другим брюхом точно так же я могу покрасить только хвостик взять вот эту часть и полностью закрасить то есть ваша фантазия и вот эти фломастеры иногда очень сильно помогают я вас уверяю из одной приманки вы можете сделать три-четыре приманки вот допустим этот у меня будет работать я уверен потому что оранжевый цвет очень хорошо привлекает судака да и вообще другую хищную рыбу ну вот и все удачи на водоемах ставьте лайки подписывайтесь на канал